здравствуйте господа это снова я вот это видео я снимаю по просьбе одного из моих подписчиков труба у человека в гараже перемерзает беда с этим ну что сделаешь что я хочу показать значит вот свое время я года на три или четыре тому назад сделал обогрев системы паяния своим куром у меня находятся сами видели видео что в неотапливаемом помещении зимой водичка в системе паяния перемерзала значит свое время тоже стоял выбор что использовать для обогрева то есть либо думал над этим шнуром вот шнур для теплых полов и думал вот над этим саморегулируемый кабель покажи пожалуйста поближе значит вот эта надпись на нем видно ее там нормально что это такое мощность этого кабеля 16 ватт на метр значит почему я остановился именно на этом кабель значит вот этот кабель рекомендуют китайцы для 220 вольт не менее 10 метров то есть и мощность этого 10 метрового участка будет 150 ватт при меньшей длине он будет попросту наверно перегорать теперь еще один момент значит вот этот шнур его нужно будет подключать через терморегулятор почему потому что видимо нагревается постепенно все больше 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 и больше потому его рекомендуют использовать терморегулятором значит возникает вопрос нужно покупать еще терморегулятор каким-то образом ставить датчик и так далее плюс еще укладка этого шнура по трубе ну вот сейчас вот участок трубы системы паяния значит чтобы его уложить то есть либо так либо навевая но еще один момент второй конец придется тянуть либо проводом к розетке или терморегулятору либо на укладывать вот таким вот образом как-то вдвойне его навевать или укладывать ну как бы для меня это посчитал что это слишком много сложностей и как бы уже сами по себе терморегулятор вводить в эту систему как бы мне не хотелось значит остановился на этом нас чем мне понравилось вот это значит любой участок вот этого шнура подключаешь вот такой хоть 100 метров мощностью но единственно что будет мощность потребляемая то есть 16 ватт на метр то есть метод 16 ватт и так далее значит что здесь чем хорошо просто-напросто один конец вот этот вот вот если так поближе если видно сейчас вот здесь две жилы внутри внутри там пластиковая пластик или какой-то материал похожий на пластик они между собой не соединяются никакой никаким образом эти живы вот это просто конец изолируется не соединяя их друг с другом то есть либо термоусадка сюда либо изолента ну кому как будет угодно я использовал термоусадку и потом для надежности еще замотал изолентой второй конец провода просто здесь защищается разрезается обе же вы просто подключаются шнуру вот такого тупо воткнул в розетку и все работает более чем вот здесь у него написано что более чем 85 градусов он не нагревается значит просто никаких терморегуляторов стоит конечно дороже покупал я его заказывал у ребят миа спецгрупп ну по моему и китайцев он такой есть провод посмотрите что у кого дешевле у кого доставка быстрее в поисковике можно забить миа спецгрупп он выйдет и там все контакты все это есть значит ну помимо спецгрупп могу сказать что люди работают работали четко то есть как и обещали я заказывал не только этот кабель заказывал еще они мне изготавливали тены для инкубаторов изготавливают тены нагревателей любой мощности было изготовлено качественно в срок и как бы спасибо этим людям вот и повод все это было отправлено транспортной компании вот пришел все все четко пришло в срок значит как я его укладывал значит просто таким вот образом по трубе вот в нескольких местах прихватив скотчем затем создал теплоизоляцию то есть что я сделал вот это вот агроспан в один слой порезал агроспан вот такими кусками по 10 сантиметров шириной и полиэтиленовая пленка для теплиц там кто для чего использует тоже порезана полосками шириной 10 сантиметров после укладки провода то есть провод проложил по трубе один конец в розетку 2 просто тупо заизолирован и вот таким вот манером просто это как бы ну примерно показывал так вот все это промотал сверху промотал полиэтиленовой пленкой и места среди заканчивается намотка прихватывал скотчем потом просто скотчем это все прихватил и все это держится и стоит уже порядка четырех лет по моему так работает нормально вода у меня в системе паения укур не замерзла даже при температуре вот был у нас морозы были 24 27 градусов были морозы не замерзала вот у меня все пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал до свидания